доброе утро дорогие мои вы на канале приют ангелов с вами народный батюшка времени 4 часа 30 минут я вышел и рассвет посмотреть у нас здесь всегда очень красивые рассветы а сегодня он начинался с красного красного солнышка это было в 3 часа 30 минут сейчас солнышко зашло за тучки за тучки но оно скоро выйдет и опять будет красивый панорама пейзаж пока никто не кричит тихо спокойно крякают уточки вороны вороны галки гоняют чаек потому что у них уже маленькие птенчики и на этом гнездышке что я вам показывал где утки двое тоже появились птенчики гляжу чайка тоже вокруг них вьется чайки уничтожает а во-во-во вышло 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 выходит не могу долго камерой на него направлять потому что может у камеры выгореть там специальные платы поэтому к сожалению не этой камерой надо снимать но я вам попробую передать ту радость которая от этого рассвета сейчас идет у меня вопрос ко мне вопрос я же выпустил ролик где говорю о том что мы живем после апокалипсиса после апокалипсиса и это время перехода из того апокалипсического состояния человечества а не природа ведь в апокалипсис падает то человечество у него духовности сознание доходит до такой степени что пора что-то менять так вот в двадцатом веке мы перешли этот рубеж и и сейчас как и полагается как в сказано в блаженствах кроткие наследует землю вот миротворцы продолжают миротворчествовать ну все что нужно в раю потихонечку делается и развивается райское состояние на земле да естественно вы видите что в в это же время начинаются и происходят катаклизмы в это же время происходит некие события с человечеством и это все процесс выздоровления я не знаю что доживу ли я но я очень надеюсь что мои внуки доживут до времени когда и войны остановятся и успокоиться все по отношению к друг другу но все это не сможет даже помните моисей воздил свою нацию 40 лет чтобы те кто были рабами и рабами не только египтян но и лукавого скажем так они переродились и все-таки вошли в землю обетованную людьми качественными вот так и мы пережив двадцатых век это вот не 40 а сто лет хождение по пустыне где но еще только не творилось человечество выходит на другой уровень и на другую жизнь все будет не без туч он как сейчас солнышко не успело выйти . его при закрыла и там красивый горный пейзаж появился солнечный на горизонте но я отвечаю на другой вопрос даже на реплику отвечая одна из ангелов посмотрев этот мой ролик пишет как вы можете такое говорить посмотрите что в мире творится какие беды как воюют друг с другом какие войны их какие нищета кругом нищета кругом какой же это рай какое же это райское состояние и я ей могу ответить только одним я извиняюсь это я не домолился не домолился то есть вот я вышел сейчас на скамеечку помолиться я о чем помолюсь ну конечно близкие знакомые вы на канале дай бог вам всего хорошего сирия афганистан я очень люблю афганистан у меня был друг афганец сын генерала значит главнокомандующего министра обороны при одном из правителей такой замечательный гаусс джанбас не знаю жив ли где он может кто знает такого гаусс джанбас очень бы хотелось увидеть выходит опять солнышко про афганистан надо помолиться в грузии беда настоящая помолимся опять же украина беларусь германия китай в японии эпидемии какая господи помоги помоги насколько я тщательно сейчас помолюсь зависит от меня вспомню ли я какую проблему правильно ли подумаю как ее исправить хотя я в общем то просто говорю господи помоги если там что-то не так пока идет то в общем то это уже либо промысел либо еще что-то такое то что полагается быть когда люди не молятся когда неправильно живут но я то что должен делать а я если я говорю что я правильно живу я понимаю как должно в этом мире быть если мне отдает бог эту землю как рай то я на каком-то участке тружусь собираю плоды обрабатываю эту землю каким-то образом ее украшаю а все остальное весь рай обожаю как отец на ум говорит обожить мы все должны вот я все обожаю молюсь но если где-то что-то происходит кто-то нищий кто-то в войне кто-то бомбит кто-то недомолился простите меня грешного а как я еще могу воспринять то что происходит поэтому дорогая это не природа проблема что люди воюют и люди живут в нищенстве это человек виноват и если мы потихонечку двигаемся к пониманию кто из человеков виноват то в конечном итоге мы увидим что мы все виноваты в том что воюют нищие люди и все остальное и каждый из нас и каждый из вас виноват вы сегодня вставали на молитву вы записали в эту молитву афганистан сирию китай японию несчастную грузию украину беларусь таджикистан вы вписывали вы вы молились о них чтобы у них все было хорошо или хотя бы просто господи пусть на всей земле будет воля твоя забота твоя помощь твоя защита твоя господи пусть будет и я очень рад что если вы так сделали слушайте ну совсем красиво дайте еще разочек покажу как тут вышло какое небо все но как паханые поле солнышко отражается в воде радует нас солнышко за всех трудиться для всех трудиться вот я верю что еще и как лампада господа нашего иисуса христа такая красивая картина цвет дает нам не только тепло не только яркость но и цвет просвещения христова у нас к солнышку именно такое каноническое понимание что просвещает мир светом христа так и мы с вами давайте просвещать светом своего сознания светом своей молитвки свет и своей любви любви потому что ничего не прекратится так и будем голодать так и будем воевать пока любить не начнем все как полагаются друг друга перестанем кого-то презирать кого-то считать выше это человечество после апокалипсиса такое человечество после апокалипсиса и сами себе выберите где вы в каком времени вы живете до апокалипсиса вот в этом садоме и гаморе где все происходит и где готовы люди нации на нации уничтожать нации приходить либо вы живете во времени когда происходит гиена огненная кого-то кидают в негодные а это так прямо видно как чистится я уж извиняюсь земля от тех кто либо вы живете после апокалипсиса а спрашивают а где христос а где а христос а где христос в храме христос в вас христос вы христос как явился христос как он должен же явиться так явился а где а где он сейчас поэтому дорогие мои я считаю что апокалипсис прошел мы теперь за все в ответе мы должны молиться за все и простите если не домолился вот и все все помоги всем господи я еще посижу здесь часик а вам всем здоровья радости аминь аминь